в руках сильных мира сего. Цезарь и попизм — это система взаимоотношения церкви и государства, когда государство управляет церковью. И вот такая иллюстрация. В своде законов Российской империи еще до 1917 года значилась глава церкви, его императорское величество. Это очень такая важная иллюстрация. Дальше. В том самом четвертом столетии один из правителей, уже после Константинова правления, и Авиан его звали, он сказал такие слова. То, что мне угодно, и есть канон церкви. Представляете? Вот это наглое заявление. К сожалению, епископы там, бывшие, присутствовавшие, они не оспорили это мнение императора. К сожалению, и это проглотили. Но, друзья мои, продажное тогдашнее руководство многих церквей, к сожалению, оно сыграло вообще страшную роль в истории. Потому что та политика поддакивания, значит, потакания вот этим всем амбициям имперским, императоров этих правителей тогдашних римских, она позволила многим заблуждениям, суевериям, религиозным верованиям языческим прийти в жизнь церкви. Смешание христианства с язычеством, то есть железо и глина, да? Но сколько не мешай, нельзя смешать эти вещи. Сколько не мешай, истина есть истина, ложь есть ложь. Так, почему, да, откуда началось многобожие в христианстве? И кто был первым реформатором вообще в христианстве, вот восставшим против этой системы? Хотя о реформаторах говорить сложно, кто был первым реформатором. Но сам Иисус был реформатором, это само собой, разумеется, я думаю, да? Он был великим реформатором с большой буквы. Но в истории церкви были реформаторы и до эпохи Константина Великого, конечно же, в эпоху гонений, когда на костры отправляли христиан и когда бросали к зверям диким на арену колизеев. Один из отцов церкви того времени, лидер североафриканских христиан, его звали, значит, Киприан, его звали из Карфагена, он сказал следующее, что церковь непрестанно реформируется. Реформируется. Церковь всегда, говорит, обновляется. Церковь всегда реформируется. Это было в третьем столетии еще. То есть всегда находились люди, которые утверждали, что церкви необходимы всегда перемены определенные, обновления. Церковь — это не что-то такое, знаете ли, вот такое костное, застывшее. Знаете ли, церковь — это не отупение населения. Церковь — это просвещение. Церковь — это действие. Слава Богу. И вот, кстати, через сто лет после Киприана те же слова говорил Иоанн Златоуст, патриарх Константинопольский, что церковь всегда обновляется. Церковь непрестанно реформируется. Это его тоже слова. Но умерли великие каппадокийцы, в том числе и Златоуста Иоанн, и начались большие проблемы в церкви. В начале, можно отметить себя так в конспектиках, что в начале пятого столетия вопрос о многобожии был впервые поднят на соборе, поднят на собрании служителей церкви и богословов. До 431 года, до этого момента, до 431 года в христианстве не было ни одного даже упоминания, даже намека на то, чтобы молиться можно кому-то было помимо Господа. До начала пятого столетия христианам не приходило такое на ум молиться кому-то еще помимо Господа. То есть можно говорить, что 400 лет даже. Не 300 лет, как я вначале сказал, а даже можно говорить 400 лет. Но 300 будет вернее. Дело в том, что с момента легализации церквей процессы некоторые начались уже. То есть были некоторые отцы, некоторые монахи, некоторые богословы, которые имели подобные суждения, будем так говорить. Но в целом в христианстве не практиковалось ничего подобного. В целом в христианстве признавали лишь посредничество одного Господа Иисуса Христа. Кстати, многие мне говорят, батюшки сегодняшние, современные, вот, ты что-то новое изобретаешь. Я говорю, нет, это не новое, это старое. Это хорошо забытое порой старое. Это то, что было изначально нашим. Хорошо, отдохнем, потом продолжим. Продолжаем тему. Я буду этим уроком вторым также из истории давней примера приводить. А потом мы медленно подойдем уже к концу сегодняшнего дня учебного к Великой Реформации 16-го столетия, к Лютеру и другим реформаторам. Слава Богу. Но и до Лютера были великие реформаторы, и до Лютера были герои веры. Если нарисовать схемы такой, то можно сказать, что до Лютера история христианства – это чаще всего постепенное такое скатывание вниз. После уже Лютера, после начала 16-го столетия, медленное, но неуклонное поднятие уже вверх, возвращение снова на библейские и евангельские позиции церкви. И мы на чем остановились на времени Третьего Собора Вселенского, 431 год. 431 год, когда впервые в истории христианства был поднят вопрос, по сути, о многобожии, быть или не быть ему в церкви. Это был трагический собор, наверное, самый трагичный. Первых два собора, они вероучительно чаще всего оставались на библейских позициях. Но история Третьего Собора, она просто переламывает все. Дело в том, что к Третьему Собору, к 431 году, ситуация была следующая. В христианстве назревал большой раскол. В христианстве назревал раскол больше, чем времен Ария и предыдущих учителей. Дело в том, что два принципиальных разных подхода к Библии, как таковой, и к Богу, и к спасению, и ко всем сферам учений. Две школы богословия, отметьте себе, того времени они играли большую роль, и их противостояние, оно создавало конфликт. Две школы богословия. Одна школа – это Александрийская школа богословия, Североафриканская школа. Во главе этой школы в то время стоял Кирилл, Александрийский патриарх. Александрийцы, они выступали за аллегоричное толкование Писания, отказывались от буквального понимания текстов Писания, перекручивали Библию на любой манер. Александрийцы страдали большой склонностью к нездоровой мистике, и Александрийцы практиковали многие спиритизм как норму жизни христианина. Многие монахи, участники от Александрийской стороны – это были выходцы с древней школы гностицизма. И, в общем-то, в этом была большая проблема. Африканское монашество и, значит, Александрийская, в частности, школа самая – это была угроза как раз именно евангельскому пониманию и спасению самого. Доктрина спасения у Александрийцев была чрезвычайно размытой. И толкование Писаний и прочее, прочее, прочее. Другая школа богословия того времени – это Антиохийская школа богословия. Антиохийцы во главе… Антиохийская школа богословия. Во главе этой, можно сказать, фракции такой богословской был Иоанн. Иоанн Антиохийский. Иоанн Патриарх Антиохийский был лидером этой школы. Антиохийцы выступали за также, будем так говорить, разнообразное понимание Писания, толкование Писания, но в первую очередь они держались буквального понимания Священного Писания. Первое, за что они держались, это было буквальное понимание Писания. И эти люди, богословы, выдающиеся богословы и иерархи восточные, они настаивали на том, что Александрийское учение и оригенизмы являлись ересью для христианства, угрозой даже представляли собой. Иоанн Антиохийский и Несторий Константинопольский, и многие другие тогдашние отцы, менее известные, они настаивали на том, что из Африки распространяются именно ереси. Столкновение было неизбежным, но, к сожалению, судьба столкновения была предрешена. Дело в том, что Цезарь и Папизм, мы писали, что это такое, да? Подчиненность государственным структурам были уже плотью церкви, будем так говорить, и зависело больше не от богословских баталий на соборе, а зависело от того, с чью же сторону займет император. Начались интриги всевозможные. Феодосий II, он по своей жизни был явно человеком невозрожденным, об этом утверждают все историки, фактически и христианские, и нехристианские. И именно этот император и его окружение, которое было такое же, подобные ему, чаще всего, невозрожденные грешники, но подширмы христианства, именно эти люди решали судьбу быть или не быть многобожией в церкви. Антиохийцы настаивали на том, что трогать нельзя основы основ Писания, в частности, единое ходатайство, посредничество лишь Иисуса Христа. Они настаивали, антиохийцы, что это неприкосновенно, что невозможно христианам дать такое новое понимание, что можно молиться кому-то еще, помимо Господа. Но александрийцы не просто учили уже этому, они даже практиковали в своей, и добротолюбие, допустим, ярко иллюстрирует, что многие из монахов того времени, еще до собора Третьего, они уже в практике имели общение с духами умерших, общение с некоторыми призраками и прочее, прочее, прочее. Кстати, некоторые, может быть, подумали, о, это невозможно, как же так, спиритизм в христианстве? Это что, это вообще, это может быть? Друзья мои, в Библии, в Божьем Слове категорично спиритизм запрещается. Так почему же североафриканские эти богословы и монахи практиковали спиритизм? Потому что они были теми сорняками, это, грубо говоря, очень жестко может быть, но они были теми сорняками на поле Господнем, которые стали потом глушить доброе семя Божьего Слова. Друзья мои, которые стали расти, прорастать благодаря тому, что проспали многие отцы, простите, ушами прохлопали, власть отдали императору, все сложили себя, друзья мои, и церковь потеряла главенство Иисуса, и стала цезарепопиской такой, простите, подстилкой такой для сильных мира и всего. Церковь стала блудницей, и это стало ее обычным, будем так говорить, времяпрепровождением. И церковь перестала исполнять, я сейчас не говорю за всю церковь, я говорю сейчас за официальную церковь, говорю за ту часть церкви, которая от имени всей церкви выступала на протяжении многих столетий впоследствии. Так вот, потому что истинная церковь Христа – это люди, возрожденные от Бога. Истинная церковь Иисуса Христа – это люди, рожденные свыше. Те, кто даже от имени Христа говорят, те, кто якобы от имени Христа действуют, но если нет Иисуса в них, если нет главенства Христа, Божьего Слова как руководство, как конституции их жизни, как света их жизни, друзья мои, это все ложь, это все фикция. На самом деле это никого не христианство, друзья мои. Но давайте разберемся по порядку. Один из первых реформаторов, который выступил против отступнической системы тогдашнего уже официального христианства, был как раз патриарх Иоанн Антиохийский. На соборе в Эфесе в 431 году он пророчески предрекал, что если церковь пойдет этим путем дальше, то церковь будет блудницей. Так оно и произошло, к сожалению. Я расскажу вам кое-что еще. На самом деле летом 431 года был не один собор, на самом-то деле, а их даже два было. Один начался 22 июня, другой 26 июня. Два разных собора в двух залах. В одном городе, но в двух разных собраниях собор заседал. Первый собор начали александрийцы. Они приехали во главе с Кириллом, патриархом. Не дождавшись антиохийцев, они начали раньше времени этот собор. Почему? Я рассуждаю потому, что у них не было библейских аргументов достойных. У них не было возможности достойно библейски ответить на их претензии. И поэтому они начали раньше собор. И когда антиохийцы приехали во главе с патриархом Иоанном, то Кирилл их встречал с следующими словами. Мы уже все решили, мы посовещались. Вот, отцы, подпишитесь и давайте разойдемся с миром. Все. Представляете, перед фактом уже поставил их уже. Антиохийцы были в шоке. Даже представитель императора был в шоке, потому что распоряжение было свыше императорское. Дождаться всех и начать именно все вместе заседания. Начать именно с обсуждений. Но Кирилл чувствовал такую негласную поддержку императора. Поэтому он начал раньше времени, вопреки регламенту всякому. И вот, антиохийцы собрали 26 июня другой собор в другой части города Эфеса. В составе восточных богослов. И они приняли решение другое, противоположное. Два разных решения легло на стол к императору. Да, кстати, я все говорю, многобожие, многобожие. А в чем оно выражалось в том далеком столетии? В чем оно выразилось в пятом столетии? До 431 года, напоминаю, христиане молились только лишь Господу. Не было ни одного утверждения официального, не было соборного, не было ни одного мнения богословского, принятого всей церковью, где бы говорило, что можно молиться кому-то помимо Господа. Но александрийцы приехали со свежими современными откровениями. Какие были откровения? Вот что, мол, где Иисусу необходима помощь определенная в посредничестве. Я вот, я утрирую, но я примерно так обрисую, вкратце, у нас мало времени, я вкратце обрисую так их систему. Допустим, Иисус не был женщиной, и до конца как бы женщину понять ему невозможно. Вот такая демагогия. Потом, Иисус не был греком, он всю жизнь был евреем, и поэтому нужны посредники греческие, допустим. Иисус не был стариком, он не испытал старческих этих проблем всевозможных, не проникся этим как бы до конца, нужны посредники по старческим вопросам. Иисус, он не был семейным человеком, всю жизнь холостяком был. И поэтому до конца семейных нужд он не принял на себя, и поэтому не нужны посредники по семейным вопросам. И прочее, и прочее, и прочее. Как снежный ком стала расти система. За каких-то сто лет, к началу шестого столетия, даже скажу чуть позже, к середине шестого столетия, ко времени Юстиниана шла речь уже о сотнях посредников. Но в то время шла речь лишь о очень немногих. Шла речь лишь о том, чтобы молиться, допустим, помимо Господа, помимо посредничества Христа, допустим, иметь посредничество Марии. Шла речь больше о ней, о Богородице, о Марии, о матери Иисуса. Но она мама, она ближе всех, оружие прошло ей душу, она ближе всех. Она возле креста стояла, она мучилась материнскими болями, видя сына, умирающего на кресте, и они рассуждали, разве ее страдания, они не могут быть спасительными для многих-многих душ? Разве она, как женщина, не прониклась всем этим? И прочее, и прочее. И потом апостолы, они что? Они сделали порой больше, чем Иисус даже, благовествуя. Иисус дальше Иудея никуда не ушел. Но апостолы сделали большую работу, поэтому давайте и им тоже, некоторым хотя бы из них помолимся, чтобы они тоже были ходатайами за нас. И еще пару вопросов. Шла речь лишь о буквально единицах. Через сто с лишним лет после собора шла речь уже о сотнях уже посредников. Сегодня идет речь о тысячах и десятках тысяч имен. Сегодня настолько, вот само слово Вавилон, Бавель, да, запутанный, заблудится, запутавшаяся система, сегодня настолько запутались в умствованиях своих миллионы душ христианских, сотни миллионов христиан сегодня на планете с чистой совестью, не подозревая ничего, как будто так и надо. За чистую монету принимает откровенная ложь дьявола. Молится, молится разным ходатайным посредникам. Я сам был священником традиционной церкви православной и сам пропагандировал это, и жил этим, и пропагандировал это раньше. До сих пор стыдно. Прошло 19 лет, до сих пор стыдно. Но, слава Богу, что Бог помиловал меня, и сегодня я говорю обратное, говорю согласно Слову Божьему, что, поверьте, есть и один лишь ходатай. Его крови Христа было пройдено достаточно, чтобы спасти все человечество. Да, он не был женщиной, да, он не был русским, украинцем, да, он был евреем, но он свою еврейскую кровь пролил за всех нас. Да, он много что не испытал в жизни, его жизнь была очень краткой, вот в таком временном измерении, но, друзья мои, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни там, на Голгофе. Это стало реальностью, друзья мои. И человек, молящийся помимо Господа, кому-то еще он грешит. Имя греху этому многобожие. Это невежество. Знаете, а в духовном мире, это как будто бы вот, как вот в физическом зловонии. Всякие мухи слетаются, да, на это зловоние. Так вот, и то же самое в духовном мире невежество. Всякого рода бесы, они тут как тут, если видят невежество. Невежественный христианин – это находка для дьявола. Невежественный христианин – это просто игрушка в руках оккультного мира. Друзья мои, но мы не должны быть во тьме. Мы не дети тьмы, мы сыны света. Слава Иисусу!